здравствуйте уважаемые зрители хочу предложить вашему вниманию немножко необычный вот такой стример для поимки окуня но этим стримером в зависимости от величины не брезает не зоид и плотва с красноперкой я его изготавливаю по принципу что весь материал можно использовать в работе поэтому в дальнейшем вам я покажу из каких остатков перьев и из чего я изготавливаю повторю зависимости от величины крючка можно ловить практически любую мерную рыбу приступим к вязанию ключок я беру 8 или 10 номер и немножечко подготавливая его для себя подогнем сперва чуть-чуть колечко вот так для перед для вязания мы вначале закрепим с вами глазки я беру парочку пластмассовых обыкновенных вот таких бусинах можно взять металлические как вам будут удобно кусочек лески делаю вот такую конструкцию и формирую первый шарик вещь нужно взять, потому что так Обязательно вымеряю длину, какая мне нужна. Остатки лески откусываю. И формирую с другой стороны шарик. Вот у меня вышли такие огласки для нашего стримера. И теперь проступаем к непосредственному вязанию, пока будет остывать леска на наших шариках. Я подготовил просто остатки перьев пуховых, обыкновенных, куриных, какие вот у меня остались. И из этого материала мы будем с вами изготавливать стример. Стример. Вроде бы материал не совсем традиционный, но я вам скажу, что стример, изготовленный из такого материала, я вам скажу, не хуже ловит, чем его изготовить из марабу или из мехописца. Так. Глазки наши остыли, крепим наши глазки. Сделал небольшое утолщение у колечка, чтобы удобно было закрепить глазки. И восьмерочкой прихватываем наши глазки. Проверили, как сидят. Вот выходит такая конструкция. Немножечко добавим клея. И пока будем вязать, наши глазки успеют прихватиться. Теперь берем кусочек проволоки. Любой не имеет значения, какая у вас будет под руками. Для закрепления тела, потому что, как таковой, красивой сегментации у нас не выйдет из-за пухового тела. Крепим ее. Доходим почти до загиба. Промажем немножечко все клеем. И сделаем крепеж первых элементов. Я беру, сразу креплю. Вот так складываю перышки. Сразу хвостик креплю, чтобы у меня был низ красный, а верх желтый. Подравниваю вот так пучочек своих перьев. Выходит почти как с марабу. Крепим. Вот вышел такой хвостик. Красный мы удаляем. Но нам пока не нужен будет. И так как у меня перо вышло половинчатое, я не буду ничего отрывать. Мне вполне достаточно этого пера. Я начинаю делать обмотку по телу пером. Дошел почти до глазок. Закрепил. Кость отрезал. Вот у нас вышло такое лохматенькое, симпатичное тело. Я беру теперь по нашему телу, делаю обмоточку нашей проволокой. Если бородки подминаются и не страшно, все равно через пару-тройку поклевок они у нас все почти потеряются. И останется одно у нас лохматенькое тело. Откусили проволоку. Для завершения мушки я возьму немножко даббинга. Вот у меня есть остатки песца красного. И добавлю в этот даббинг немножко вот такого блестящего даббинга. И сформируем нашу веревочку. Промажем клеем. И добавим немножко нашего оранжевого даббинга цвета. Сформируем даббинговую нить. И теперь по уведем бородки и по оставшемуся цевью, вплоть до закрывания глазок, до колечка, проматываем все нашим даббингом. Между глазок, до колечка. И добавим еще немножечко нашего блестящего даббинга. Возьмем такого же оранжевого цвета, который мы добавляли к красному даббингу. И у колечка делаем завершающий узел. Немножко подкрасим нить черный цвет. Делаем завершающий узел. На место крепления я закрываю. нанесу немножко клея можно лака и наш стример готов как вы видите процесс вязания не занимает много времени но уловистость его просто большая очень большая результативность поклевок вы убедите сами очень высоко благодарю за внимание жду ваших комментариев спасибо